22-летний Влад сейчас санитар в геронтологическом центре. До этой службы работал специалистом в сфере компьютерных технологий. Когда подошел срок отдать долг Родине, решил отдать его не в военной форме, а мирным трудом. Военная служба, она противоречит моим религиозным убеждениям. И я как раз попросил, наш закон предусматривает такой вид службы. И поэтому я решил воспользоваться им. Работает Влад по будням с 8 утра до 5 вечера, потом домой. В его обязанностях перевозить инвалидов-колясочников, разносить проживающим постельное белье, воду в 20-литровых баллонах. Летом полив газонов, зимой расчистка территории от снега. В общем, работа скорее не для женских, а для мужских рук. Здесь обслуживающий персонал, 100% женщины. Поэтому любая физическая помощь, любая физическая сила нам очень необходима. И с мужчинами все равно проще все-таки работать мужчинам. И с подручнее как-то. Влад как сотрудник получает зарплату, имеет право на отпуск. Но есть свои особенности у альтернативной службы. Например, молодой человек не может по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор или работать по совместительству. Влад со всеми условиями согласен и настроен честно выполнить свой долг. Довольно молодым помощником и сами, престарелые и инвалиды, проживающие в центре. Это исполнительный человек, спокойный, никогда не нагрубит. Чтобы его не попросил, он всегда исполняет. Право замены военной службы на гражданскую по каким-либо убеждениям закреплено в российской конституции с 1993 года. Был период, когда молодые люди гораздо охотнее делали выбор в пользу мирного труда, нежели сейчас. Сегодня в нашей области альтернативщиков можно пересчитать по пальцам одной руки. В порядке пяти, вот так, вот три человека, пять человек, вот в таком количестве. Сначала думали, что будет какой-то поток. Вот сейчас наоборот. Сейчас наоборот такое стремление молодых людей, несмотря на верование, идти в армию, поскольку, ну, понимает, несколько изменились условия в приеме на работу и так далее. Альтернативная служба длится дольше, чем военная, год и девять месяцев. Однако Влад признается, что время у него за работой летит незаметно. Он говорит, что ничуть не жалеет о своем выборе, думал, что будет гораздо хуже, а тут все вполне по силам. И помогая немощным людям, Влад считает, что также в полном объеме отдает долг Отечеству. Помогаешь и само по себе чувство удовлетворения из-за этого есть. Думаю, что больше даже пользы намного, чем я служил бы в армии, например. Через год по окончании альтернативной службы Влад собирается устроиться на свою прежнюю любимую работу программистам. Анна Золотухина, Влад Горбунов, Новости дня.